Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Поговорим сейчас о 21-й главе Апокалипсиса в рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру. Эта предпоследняя глава Откровения, собственно, включает в себя рассказ Иоанна о том, как открывается ему царство будущего века. Для него, как и для многих людей в культуре, которой он принадлежит, в библейской культуре, это образ небесного Иерусалима, того нового Иерусалима, который Бог даёт вместо разрушенного, того богу принадлежащего и богом построенного града, который замещает собой несовершенный и часто неверный богу Иерусалим земной. Обратим внимание, конечно же, на то, что Иоанн пишет через продолжительное довольно время, по меньшей мере четверть века, если не больше, после разрушения земного Иерусалима, и для него образ небесного Иерусалима, который нисходит от Бога, очень важен, очень актуален. Тот земной Иерусалим, который оказался не способен принять Христа, который оказался, может быть, и недостоин этого, и во всяком случае не откликнулся на призыв Божий, тот Иерусалим, о котором сам Господь Иисус говорит, «Как я желал бы, чтобы ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему». Вот вместо этого даётся Богом новый Иерусалим, новый, тот, который уже оказывается свободным от несовершенства, свободным от всего того, что повреждено в человеческих сердцах. Мы видели с вами, как в прошлой главе речь идёт о некотором окончательном суде, который очищает всё мёртвое внутри нас, всё мёртвое, что в нашей жизни присутствует. И вот Иоанн видит Новый Иерусалим, святый город, сходящий от Бога с неба, и слышит громкий голос, говорящий, «Вот скиния Бога с людьми, и он будет обитать с ними». Это поразительно важные слова, которые по каким-то причинам, о которых, может быть, не так и интересно говорить, пропускаются нами мимо ушей. В большинстве случаев наши представления о судьбах мира и своих собственных судьбах подразумевают, что мы уйдём отсюда, придём куда-то к Богу, на облаках или на Марсе, или, не знаю, где-нибудь ещё в каком-то другом пространстве измерений, и мы будем там обитать у Него. Но даже если мы придём туда, к Нему, домой, мы там никого не застанем, потому что Бог избрал другой путь. Его воля в том, чтобы обитать с нами. Вот это поразительная совершенно вещь. «Скиния Бога с человеками». Иоанн здесь цитирует слово, которое использовано в книге «Исходы» и вообще в пятикнижии, шатре в котором, походном шатре, походной палатке, в которой Бог пребывает вместе со своим народом посреди него. Здесь, здесь, сюда нисходит этот небесный Иерусалим, и здесь скиния, в которой Бог будет обитать с людьми. И будут его народом, и сам Бог будет Богом их. Вот это присутствие Бога, понятное дело, что для Иоанна это плод и смысл, плод и смысл воплощения Сына Божьего. Вот это то, что необходимо помнить. Бог всё это задумал для того, чтобы обитать здесь посреди нас. И всегда, когда мы в Ветхом Завете читаем обетование о том, что «я буду посреди вас, я буду вашим Богом, и вы будете моим народом», это в конечном итоге действительно то, что точно выражает замысел Бога. «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет», говорит здесь Иоанн. И тоже буквально каждое слово, буквально каждая фраза, цитата из нескольких, даже не из одного какого-нибудь, а из нескольких мест Ветхого Завета, вероятно, для него, как человека, принадлежащего библейской культуре, это способ, которым он пытается выразить всё самое прекрасное, что в победе Бога есть. Для нас же, в общем, чуждых по совести сказать, этой библейской культуре сегодня важно в первую очередь услышать то, что Бог придёт сюда. И здесь, в этой нашей сегодняшней жизни, он будет альфа и омега, начало и конец, источник воды живой. Мы не можем не вспомнить здесь четвёртую главу Евангелия от Анны, где сам Господь Иисус в записи всё того же Иоанна Богослова говорит о реках воды живой, которые даётся тому, кто верит Иисусу, тому, кто доверяет Ему. Он становится для нас источником жизни, которой мы тоже сами можем делиться. Вот эта картина есть ещё у Езекииля, образ потока, исходящего из подножия храма, когда Бог даёт свою жизнь там, где Он с нами и мы с Ним. И от этого народа Божьего, может быть, крошечной, но всё-таки общины его друзей, эта жизнь, этот свет, прощение, милость. Каждый может подставить в своём контексте какие-то свои понятия. Это распространяется в мир. Это то, в чём, может быть, заключается наше служение, и, может быть, в этом заключается оправдание вообще существования Церкви. В этом и только в этом. В том, что мы передаём любовь Божью и свет Божий, отдаём её, получая от Господа Иисуса, как от источника. И так вот, скиния Бога с людьми здесь и сейчас, конечно же, довольно очевидно, что речь идёт о таинстве Евхаристии. Дальше Иоанн Богослов говорит снова о небесном Иерусалиме, который нисходит с неба от Бога, и в нём присутствует слава Божья. Ещё одно очень важное тоже выражение, которое хорошо бы помнить, как правильно понимать всякий раз, когда мы его используем. Потому что, ну, конечно, мы испорчены все лозунгами вроде «Слава КПСС» или «Слава великому какому-то там народу, строителю, чего-то там». Довольно общечеловеческая вещь, отнюдь одним советским контекстом неограниченная. Нет, на самом деле, слава Бога, это свет его победы, который даётся нам и становится для нас источником жизни, потому что Бог присутствует, потому что небесный Иерусалим, скине Бога с человеками, где Он обитает с нами, здесь, в этом мире, присутствует. И дальше, слегка относя своё повествование о небесном Иерусалиме с тем, как видел это пророк Иезекииль, Иоанн говорит удивительные вещи о стенах из драгоценных камней, но, может быть, ещё намного важнее для нас слова, которые мы видим в 22-м стихе, потому что Иерусалим, город, принадлежащий Богу, как кажется, должен иметь какое-то центральное такое место, то, что было в Иерусалиме верхом, земном, храм Божий, храм, как место, где Бог присутствует. И вдруг Иоанн говорит, да, я вижу этот небесный Иерусалим, храма же я не видел в нём, храма в нём нет, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ибо, слава Божья, осветила его, и светильник его Агнец. И тоже это совершенно поразительная вещь, потому что те, кто сердцем выбирают этот небесный Иерусалим, те, кто хотели бы и пытаются быть вокруг этой скинии Бога со своим народом, не нуждаются в специальных приспособлениях для поклонения Богу, в приспособлениях, опосредующих диалог с ним. Собственно, храм как место встречи не так и нужен в этом небесном Иерусалиме, потому что сам Бог – храм его и Агнец. И это не может не напомнить знакомому с библейским контекстом читателю поразительную молитву и поразительное обетование в книге пророка Даниила и у Езекииля тоже, где говорится о том, что у народа Божьего, изгнанного в Иерусалим, уже нет ничего, ни места, где поклониться ни князю, чтобы принести жертву ни пророка, ни священника, ничего. И Бог на это говорит, я сам буду для них некоторым святилищем. Вот, может быть, удивительная сила жизни, которую Господь дает нам во Христе Иисусе, заключается в том, что Он открывает нам непосредственный доступ к своему сердцу. И светильник Агнец, когда Иисус умирает на кресте и воскресает, вся правда о человеке, о жизни, о мире и, конечно же, о Боге, становится для нас доступной. Вот это потрясающее откровение о том, что в Новом Иерусалиме нет нужды в каких-то специальных вещах, таких, как храм, потому что Бог всегда принимает нас, когда бы мы не подняли к Нему глаза. Это тоже не значит, что если у нас есть возможность в некотором специальном месте собраться для того, чтобы вместе прославить Бога, что не надо этой возможностью пользоваться, без сомнения, но надо понимать, что по-настоящему мы теперь, и это тоже важный компонент откровения, Анна, мы теперь не нуждаемся ни в чем, чтобы иметь доступ к Отцу Небесному во Христе Иисусе. все, что мы вовлекаем в эту нашу молитву, в это наше словословие, в это наше предстояние, мы именно вовлекаем, знаете, следуя примеру щедрости Божьей. Вот эта картина города, освященного Агнцем, в котором сам Бог, храм его, это тоже очень важная вещь, которую христианам, конечно, во все времена очень полезно видеть и помнить.